Испания в эпоху католических королей Хотя, конечно, здесь как минимум последнее слово сильно условно, но посмотрим Реформа правовой системы начинается достаточно поздно Где-то к середине 80-х годов, ну на самом деле к началу 80-х годов Изабелла и Фернандо задумываются над проектом кодификации И поручают его своему доверенному юристу, человеку, незаслуженному, конечно, стоящему в тени Лонсу Диасу де Монтальво Он составляет текст, официальное название которого Книга королевских законов и постановлений Кастилии Однако более известно это сочинение как Уложение Монтальво Орденомьенто де Монтальво По имени составителя Оно включает в себя 8 книг Группируется по тематическому признаку Книги делятся на титулы, те на законы Внутри каждого титула Монтальво Человек, безусловно, обладавший великолепным юридическим образованием университетским Монтальво следует давно известной и хорошо известной модели Кодекса Юстиниана Внутри каждого титула законы, которые там подобраны Расположены в хронологическом порядке От Альфонсо X и до Фернандо и Изабеллы Книга имеет достаточно серьезные ошибки В ней есть лакуны Но, тем не менее, уложение Монтальво становится одним из модельных уложений Для последующих поколений Когда будут разрабатывать при Филиппе II Новое собрание законов Новое рекоперацион И даже больше того, когда еще двумя веками Польше будут разрабатывать новейшее собрание законов Но весь Семарекоперацион, это уже Карлос III-18 век Составители, что там, что там, будут адресоваться в том числе к уважению Монтальво Чтобы выяснить какие-то вещи или позаимствовать даже какие-то элементы Тот же Аронсо Диазда Монтальво в ходе своей работы Над составлением уважения Втягивается в серьезную, практически исследовательскую, конечно Работу с двумя крупными текстами эпохи Альфонса X С королевским фуэро, фуэро Реаль И с семью партидами Это находит свое завершение В двух первых в истории Типографских изданиях этих памятников В 1488 году выходит Киролевская фуэро в 91-м семи партид И там, и там текст сопровожден Текст памятника сопровождается глоссой Составленной Алонсо Диазда Монтальво Здесь важно, пожалуй, чтобы понять Что вот эти издания Киролевского фуэра и семи партид Это не было неким замшелым антиквариатом То есть вот он занимался чем-то древним Несколько лет И вот науки ради чистого знания для Он издает эти памятники, которые давно ушедших эпох И нет, напротив Законодательство эпохи Альфонса X Оказывается, неожиданно актуальным Что для королей католиков Что для пришедшего им на смену Карлоса I И партиды будут издаваться ни раз, ни два За это время И станут, собственно, продолжат оставаться Одним из вспомогательных источников права Киролевства Кастилья В 503 году будет опубликована небольшая подборка Книга «Булл и прагматик» Созданная Хуаном Рамиросом Это один из королевских секретарей Секретарей Киролевского совета Точно так же к Франциско Рамирос де Мадрид Хуан Рамирос Юрист Он соберет законы своих правителей То есть из Абролы и Фернандо И скомпонует их под одной обложкой Внутренние системы Кроме хронологии там нет никакой Разбивки тоже нет То есть книга идет сплошным текстом Наконец в 1505 году Когда в Торо соберутся кортасы Чтобы провозгласить королеву Ихуану Первую Я обещал, мы об этом еще поговорим сегодня Когда соберутся эти кортасы Команда юристов В том числе и Алонсу Диас де Монтальво И Хуан Рамирос И еще несколько человек Представят там разработанный ими проект Подборку из 83 законов В преамбуле к этим законам Будет излагаться иерархия источников права Будет проговорен вопрос Приоритета местного права над юз коммуны Будет сделана попытка Ограничить использование Вот этого общего права Европы Университетского права Собственно, юристами Жившими до Бартола и Бальдо Как цивилистов И Джованни Андрея И Панерметанского аббата Среди канонистов Ну то есть юристами Жившими не позднее начала 15-го Но за это мы понятно Что эта попытка окажется безуспешной Но сделана она была Помимо этого Помимо этой преамбулы В 83 законах Были сформулированы В относительно короткой форме Нормы, касающиеся прежде всего Гражданских правоотношений То есть сделки Условия их действительности Особенности исполнения И неисполнения обязательств Ответственности за неисполнение И так далее Уголовных материй В законах Тора Затронуты практически не было То есть это был Вот на самом деле Назначение этого Было вполне понятно Учитывая, что 505-й год Это уже начало эпохи Типографской книги Сделать Небольшую подборку Которую можно напечатать В небольшом, опять-таки В маленьком формате Довольно большим тиражом Чтобы это стало Настольной книгой Всякого судьи Всякого нотария Всякого юлиста Так оно, собственно, и получилось Во многом Потому что законы Тора Были изданы И просуществовали Как действительный источник права Как минимум до 19-го века Немножко отвлекаю вас И обращу внимание на картинку Вот это фрагмент Декора второго этажа Конвента Сан-Хуан Долос-Регис Если первый этаж Был построен в память Битвы у Торо То второй этаж Был надстроен После взятия гранады Здесь нет В этом фрагменте Не представлен герб Чтобы я мог показать вам Цветок граната в гербе Но зато вы видите В двух вариантах Личную эмблему Фернандо Слева-Справа вот Ерма Два пука стрел Личную эмблему Изабеллы Ермо В центре И внизу в синих Кобальтовых вставках Вы видите два белых инициала Эфе-Фернандо И Грега-Изабель В области Давайте вернемся к обществу В области Того, что в очень больших кавычках С очень большой условностью Можно было бы назвать Социальной политикой Хотя это, повторюсь, анахронизм Жутчайший В области социальной политики Католических королей Следует выделить Три базовых направления Первое Одно Я уже упомянул Это постановка Под контроль Государства Под контроль Киролевской власти Церкви Второе Перед вами Это Приведение Знати К покорности И Последовательное Лишение Знати Доступа К рычагам Правления То, что можно сформулировать Как Обмен власти Власти на землю Что я имею ввиду После того, как Реальный бунт Магнатов Магнатов Был подавлен К чему приложила рука Святая Эрмандада И после того, как Святая Эрмандада Стала Настоящим Бичом Любого Магната Думы Еще Выказать Неповиновение Католическим Королям На Кортасах В Толедо Было принято Решение Аннулировать Значительную Часть Привилегий Знати И обратить Это в звонкую Монету Бюджет Поскольку Дефицит Бюджета Был довольно Серьезен Надо было Изыскивать Деньги И Духовник Королевы Брат Органа Иеронимитов Эрнандо Деталавера Предлагает Вот такую Вот Схему Изабелла Принимает Ее И немножечко Дополняет Одним шагом Все-таки Короли Как бы Мы не Мыслили их Как самостоятельных Правителей Или там Авторитарных Правителей Да Они очень сильно Зависели от Своей знати Идти на Открепи Конфликт Со всей Знатью Королевства Возможности Не было Желания Тоже Поэтому Отнимая У Представителей Знати Титулы Полученные Незаконным Путем А следовательно Имение К которым Эти титулы Прикреплены Источники Дохода Огромного Короли Значительную Их часть Раздавали Обратно Но Вот здесь Очень важный Момент Когда К ним Приводили На расправу Очередного Магната То он Очередного Гранда Я бы сказал Да То есть Из высших Из наиболее Знатных Лицкоролевств То он Находился В общем-то Очень хорошем Положении До этого Момента У него Земли У него Имя Титул И он Ничем Этим Молодым Королям Не обязан Да И имя И титул И земли Даровали ему Не они А До них Да Все это было сделано И не королями А там родовые имения Можно сказать В третьем поколении Даже допустим Вот Королей Нет Это было сделано Незаконным путем Поэтому мы у вас Это отнимем Разумеется А дальше Они возвращают Ему эти имения Эти титулы Эти земли По большей части Полностью Иногда даже Доплачивая от себя И он их получает Но он их получает Уже Из рук Королей Он обязан Этими титулами И землями Вот этим Конкретным Королям А это Совсем Другая История Это уже Средневековый человек Такие вещи Считывал На раз То есть Он становился Обязанным Этим королям Принимая Этот дар Он признавал Что он Стоит ниже Чем короли Еще одним Важнейшим Инструментом Могущества Испанской Знати Были Рыцарские Ордена Три Рыцарских Ордена Это Калатрава Алькандра Сантьяго Наиболее Почетной В них Разумеется Должность Посты Великого Магистра Великий Магистр Любого Из орденов Сразу Встает Если не вровень С королем То очень близко К нему Поскольку Он обладает Огромной силой Сопоставимой С королем И Он способен Вести Самостоятельное Военное действие Если того захочет А в общем Может и сместить Короля Или попытаться Это сделать То есть Это Позиция Магистра Любого Из этих Трех орденов Это Одна из Высших Военных Военно-политических Позиций В Костильском Королевстве Поэтому Не мудрено Что Фернандо Последовательно Он просто Дожидается Когда умрет Очередной Великий Магистр И Занимает Его место Делает Так что Эту Должность Отдают Ему Он Последовательно Становится Магистром Калатрава В 1987 Алькантер В 1992 И Сантьяго В 1993 Году Опять 1993 Год Вспомните Пожалуйста 1993 Год Мы с вами Говорили В прошлом Эпизоде Это реформа Старой Гвардии Это создание Вот этой Королевской Гвардии Ну так Из каких Ресурсов Создавали Откуда же Столько Обученных Рецарей И брать Как вы понимаете Во многом Их черпали Как раз Из рядов Орденского Рецарства И поскольку Знать Как мы видим Приводится К покорности Знать Оттесняется От управления То есть Знать Остается Богатейшими Людьми Испании Особенно После того Как в 1505 Году На кортесах Второ Подтверждается Право Майората О котором Я как-то Говорил В одной Из предыдущих Лекций Благодаря Которому Корона Обладает Возможностью Запретить Дробить Те или иные Крупные Имения Делить Между сыновьями Все уходит Старшему Сыну Собственно Благодаря Вот этим Нововведениям Благодаря Тому Что делают Католики Тому Что потом Будет делать Карлос И Филипп Аналогичные Вещи Благодаря Правому Майората Испания Становится Страной Грандов То есть Страной В которой Есть Несколько Десятков Семейств Обладающих Подавляющей Частью Всей Всей Земли Испании На правах Собственности Каждая Семья Разумеется Вот Но Ценой За Вот такое Вот Положение Дел Становится Утрата Этими Грандами Реальной Политической Власти Их Вытесняют Из Советов У них Отбирают Частные Армии У них Отбирают Право Чеканки Монеты У них Отбирают Любые Попытки Установления Внутренних Таможен Пресекаются То есть У них Отбирают Любые Реальные Источники Власти Не Зависящие Напрямую От короны Вот В обмен Правда Давая Богатство Вот Такой Забавный Обмен Богатства На власть Вот И в этой Ситуации Корона Опирается На кого На легистов Вот Тех самых Литраду И Что Вполне Понятно На представителей Высшего Духовенства Среди Ближайшего Окружения Киролей Католиков Можно Просто Вот На вскидку Перечислить Несколько Серьезнейших Имен Прилатов Своего Времени Наиболее Известных Это Эрнандо Деталавера Помянутый Педро Мендоса Кардинал Испании Диего Деса Франциско Хименес Десеснерос Основатель Университета Алькалы Дейнарес И всего Прочего Что он Сделал И так далее Других Тоже И третьей Опорой Королей Становится Созданная Ими Реформированная А по сути Созданная Ими По новому Армия Одно Одно Из Наиболее Неприятных Странец Связанных С историей Правления Фернандо И Изабеллы И Надо сказать Тесно Связанных С вот этим Человеком Который Изображен На слайде Со знаменитым Франциско Хименесом Десеснеросом Становится История Иноверцев В Испании То есть Евреев И мавров Евреев И мусульман Их судьбы Похожи Но не идентичны Давайте посмотрим Евреям Начиная С самого начала С прихода Королей к власти Из Кортусов В Маглигале Сначала Подписано Носить Специальные Знаки Затем Их Ограничивают Специальными Районами Где им Подписано Жить Так называемые Худери То что В остальной Европе Называлось Гетто В Испании От слова Худио Еврей Иудей Худио Это Иудей Квартал Где жили Иудеи Назывался Худерия Эта практика Существовала И в средние века Фернандо Изабелла Здесь Не Новаторы Но Ни при одном Из предшествующих Монархов Не было Не было Абсолютного Запрета Иудеям Жить За пределами Выделенного Квартала Здесь Он есть Плюс Ряд мер Вводится По запрету Иудеям Держать Рабов Христиан Рабов Мусульман По запрету Иудеям Общаться С христиан Ками Иудей Кам С христианами Запрет Смешанных Драков Запрет Вести Пропаганду Иудаизма Запрет Затем Запрет Отправлять Собственные Ритуалы И Наконец 83 Года Изгнания Евреев Из Анделусии А 92 Это Знаменитый Декрет Об Изгнании Иудеев За пределы Королевства Фернандо И Изабелла При этом Если Посмотреть На карту Европы То Легко Увидеть Что Так поступали Не только Католические Короли Для Иудеев Оказываются Закрытыми Целые Регионы Европы Их не ждут В Англии Их не ждут Во Франции В тот период Их практически Не ждут В германских Землях В основном Они Либо уходят На восток И расселяются В зоне Османского Владычества Либо Они уходят В Будущие Нидерланды Один из таких Центров Это Амстердам Конечно С маврами Дело обстоит Как в 92 году После взятия Гранады Не остается Независимых Мафританских Анклавов На территории Королевства Все мавры Оказываются Юрисдикционно Подвластны Фернандо И Изабелле Как я уже Говорил Сначала Превалирует Точка зрения Представленная Кардиналом Педро Демендоса Как раз Мендосой Точка зрения Что мавров Надо обращать В свою веру Проповедями Словом Божием В общем Не надо торопиться Не надо развязывать Репрессии Надо нести Слово Божие Проповедовать Убеждать Доказывать И постепенно 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 Принимать Людей Приходящих В веру Христа Очень скоро К пятисотому Году Когда К реальной Власти Приходит Как раз Хименес Эта доктрина Сменяется Теорией Грубого Принуждения Начинаются Массовые Крещения В том числе Насильственные Начинаются Репрессии По религиозному Признаку Все это Приводит К знаменитому Восстанию В Альпухаре Пятисотом 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 Первого Годов Для того Чтобы его Подавить Привлекается Собственная Армия Армейские Подразделения И В пятьсот Втором Году Хименес Де Сестерас Проводит Указ Согласно Которому Все мавры Предписываются Выбрать Либо они Покидают Испанию И берут С собой Только то Что смогут Унести Или Они Принимают Крещение Ну Собственно Кто-то Принял Крещение Кто-то Тысячи И тысячи Ушли Из Испании И Дальше Когда мы С вами Будем Говорить По правлению Старших Габсбургов По правлению Младших Габсбургов Будет Два Вопроса Которые Мы Будем Обращаться С Периодичностью Заслуживающей Лучшего Применения Мы Будем С вами Обращаться К вопросам Жизни Моранов И Морисков В Испанском Киролевстве То есть Крипто Иудеев Крипто Мусульман И Мы С вами Будем Обращаться Неизбежно К вопросу Знаменитый Вопрос Частоте Крови Собственно Процессы По Частоте Крови В среде Испанской Знати Прежде всего Это такая Отличительная Черта Испанского 17 века Но об этом Надо говорить Отдельно Еще поговорим Завершая Разговор По правлению Фернандо И Изабелла Давайте Обратимся К Проблеме Престола Наследия В 504 Году Изабелла Умирает Я напомню По Соглашению Всеговии 76 года В этой ситуации Либо Фернандо Должен отправить Обоими Королевствами Либо Если есть Наследник Установлен По завещанию То Наследник Правит Кастили А Фернандо Правит Арагоном Наследницей По завещанию Изабелла Делает Хуану Первую Свою Дочь За Некоторое Время До того Как вы Помните Вышедшую Замуж За Филиппа Первого За Филиппа Красивого Он еще не Филипп Первый Он просто Филипп Эрцгерцог Вот И родившая Ему уже Несколько Детей Вот При этом Опасения Изабелле Да и Фернандо Собственно Внушает Состояние Рассудка Хуану Несколько Ее поступков Совершенных До того Дают установление Предполагать Что с головой Не все Хорошо И Изабелла Включают Клоузулу В свое Завещание Указывающего Фернанда В качестве Возможного Регента Если будет Необходимость Соответственно Филипп Муж Хуаны В завещании Вообще Не упомянут В 505 Году На кортусах Второ Хуану Провозглашают Королевой Хуаной Первой И вот Здесь же Филипп Играет На опережение Он заявляет О том Что он Регент При Своей Жене И Становится Королем Испании Королем Кастильи Виноват Филиппом Первым Красивым Собственно Это провоцирует Конфликт Жесточайшую Ссору Между Фернандо И Филиппом Фернандо Обвиняет Филиппа В том Что он Удерживает У себя Его дочь Против Ее воли И Фактически Узурпирует Власть Филипп Не успевает Ответить Потому что В 506 Году Чуть Меньше чем Через год После начала Правления Он скоропостижно Умирает Молва Приписывает Молва Говорит Об отравлении Приписывает Собственно Вину В отравлении Фернандо Но доказательств Нет Вот Филипп Умирает И Дальше Начинается Одна из Самых Таких Неоднозначных Грустных Страниц Испанской Монархии Хуана Помещает Тело Любимого Мужа В гроб На протяжении Нескольких Они не ожидали Такого поступка От Хуаны Они приглашают Регентом Ее отца Фернандо Тот Принимает Регентство В 506 Году Одним из Первых Решений Он Приказывает Она проживет До 1555 Когда Когда умрет За год До смерти Своего За год До Отречения Виноват Своего Сына От престола За 4 Свои годы В королевской Капель Только Одна Книга Посвященная Непосредственно Католическим Королям Это Монография Суареса Фернандеса Знаменитого Историка Но На самом деле Литература Посвященная Фернандо И Изабельде Или Одной Изабельде Или Одному Фернандо Такие Огромные Залежи Что Рекомендовать Что-то Конкретное Предельно Сложно Ну Если список Ограничивать Каким-то Разумным Количеством Поэтому Я Указываю Здесь Две Наверное Базовых Книги Книги Рекомендовал Прочесть Для того Чтобы ориентироваться В периоде Это Кэймен Хенри Кэймен Испания В 469 714 Общество Конфликта Здесь Первые 64 Страницы Посвящены Королям Католикам А дальше Пойдет Глава Про Карлоса И Про Филиппа И монографию Кэйси Джеймса Социальная история Раннемодерной Испании Ну Здесь Надо смотреть Ее По возможности Всю Конечно Следующая Лекция Как я уже Сказал Будет Посвящена Карлосу Первому Габсбургу Спасибо За внимание Редактор субтитров